друзья всем привет как не видно слышно напишите мне плюсики в чат полсекундочки сейчас технически отключил все сообщения извиняюсь не мешали так плюсы все слышно видно смотрите сегодняшняя наша тема будет три кита продаж и как найти клиента кто был на прошлом вебинаре моем помнит может быть мы тему затрагивали как раз таки продаж и тему затрагивали страхи продаж страхи и боли давайте сейчас немножко о себе расскажу кто я и что я вообще о чем меня зовут наталья махонина могу сказать что я эксперт в архитектуре дизайне так как я еще с 2007 года высшее образование получила по архитектуре после работала по специальности первую свою дизайн на студию я открыла еще в 2008 году а потом далее у меня было из магазина строительных отделочных материалов и ремонтные компании сейчас на данный момент мы переехали с супругом краснодаром отцу у меня родом с 2019 года построили новый бизнес нуля компания строительная компания никострой дом мы строим дома по всему краснодарскому краю и соответственно проектируем их также собрала свою команду архитекторов дизайнеров архитектурный руководитель архитектурной студии это так называем можно сказать архи учредитель руководитель в общем дирижер и соответственно миссия которая я чувствую которую я должна выполнять и которой я иду здесь тоже указано я считаю что я человек который привносит красоту в мир создавая архитектуру внешнего и внутреннего пространства передавая свои знания и опыт что-то я отключила сообщение они все равно идут смотрите друзья сегодняшняя тема мы продолжим с вами разбор вообще три кита продаж и вообще как сделать продажи потому что когда клиент клиент и клиент когда вообще люди приходят и обращаются говорят что у меня нет продаж и начинают жаловаться у меня нет продаж ну как так так нет продаж значит что-то ты сделал не так потому что что-то возможно у тебя было в продукте возможно у тебя продукт как бы не качественный нехороший то есть мы просто на прошлом вебинаре разбирали каким должен быть продукт сегодня мы с вами разберем какая должна быть вообще что такое целевая аудитория как ее найти разберем по поводу уникального торгового предложения как вообще говорить на языке клиента и говорить на языке клиента в общем и доносить до него свои ценности как вообще находить клиентов естественно каналы связи с этими клиентами немножечко затронем тему чтобы плавно дальше перейти смотрите на прошлое в бинаре как раз таки по поводу продукта к чему мы пришли совету даже может за скриншоте записать вот это самый главный тезис то что продукт должен всегда вызывать положительные эмоции у клиента продукт должен всегда превосходить ожидания клиента то есть при покупке вашего продукта вот клиент должен хотеть вам заплатить деньги потому что он прям почувствовал что вы ему такую ценность предоставили такую боль его закрыли вот то есть вот это как бы считается хороший продукт когда продукт превышает ожидания да и удовольствие от покупки превышает страдания этот обкратце по поводу продукта сегодня основная прям я считаю тема которую мы с вами должны проговорить и затронуть это целевая аудитория это я думаю что вы все понимаете что такое целевая аудитория это ваши клиенты но не все понимают как их найти как вообще правильно составить портреты этой целевой аудитории смотрите есть такое определение как целевая аудитория это группа людей у которых есть потребность самое главное запомните да то есть по сути боль какая-то на потребность вашем продукте или какая-то боль который закрывает ваш продукт и возможность его купить это тоже немаловажно потому что есть очень много людей которые очень хотят но не могут сами да согласны то есть когда мы сталкиваемся с такими вот опросы у меня бывает происходит да вот вы когда приобретете себе квартиру вы найдете себе дизайнера либо вы будете как бы делать дизайн самостоятельно и все кто никогда не сталкивался с дизайном или там первоначально хотят сделать себе дизайн проект они все говорят о да конечно я найму себе дизайнера когда им говорит что а вот у вас квартира 100 квадратных метров да вы представьте что дизайн проект стоит хороший дизайн проект стоит не менее двух с половиной тысяч рублей а возможно того дизайнера которого вы хотите там будет ценник и три с половиной пять тысяч рублей готовы ли заплатить вы грубо говоря там 350 или 500 тысяч за дизайн интерьера и сразу человек начинает задумываться а действительно готов ли я то есть получается уже сразу вроде бы он хочет есть потребность но он не может и поэтому это уже сразу отпадает от целевой аудитории вашей чтобы вы это четко понимали разграничивали так смотрите давайте сейчас разберемся как понять вообще как и кому продавать продукт есть такое понятие в таргетинге просто смотрите если раньше сейчас попытаюсь он так сформулировать да то есть у нас так как компания когда строишь вообще бизнес компанию и у тебя много человек работает а ты не один да не по сарафанке соответственно необходимо загрузка их определенная и и получается что ты в основном стараешься давать рекламу для того чтобы давать рекламу это может быть реклама таргетированная есть знаете да директ это по ключевикам по ключевым вопросам а есть таргет таргетированная реклама мы сейчас дальше потом с вами тоже возможно если останется время затронем каналы связи если не затра не останется перенесет это на следующий вебинар тоже очень большая обширная тема вот но для чего нужно вам определить свою целевую аудиторию во-первых понимать кому вы продаете кто ваш клиент и понимать их более что часто бывает по таргетированной рекламе когда вы настраиваете и прописывать то есть вам обязательно нужно прописать портрет своего клиента это пол возраст доход состав семьи интересы геолокацию к примеру сейчас давайте тут примеру давайте с вами возьмем отличие да если мы у нас наш клиент холостяк спасибо за сообщение если ваш клиент к примеру холостяк и у него квартира да и ваш клиент это мамочка с детьми соответственно выберем прописав их портреты да то есть прописав пол возраст соответственно доход там состав семьи интересы геолокацию вы можете подумать а какие же у них интересы у этого клиента и у этого клиента и самое главное самое главное основное в рекламе по каналам связи как раз таки перейдем мы с вами когда поговорим вообще сейчас актуально или не актуально таргетинг различные да то есть но всегда это актуально когда вы понимаете а где интересы моих клиента где я их могу найти соответственно если мамочка с детьми возможно они где-то общаются где-то мамы с детьми да какие-то сообщества или еще там что то то есть нужно продумать где какие интересы у этих клиентов если мужчина то там вполне возможно какие-нибудь иномарки крутые там еще что-то да то есть возможно там будут ваши клиенты ну что я знаю такие да моменты когда вот один из интересных нам коллег застройщиков тоже сейчас живет в испании здесь строят они очень крутые дома прям бит вип уровне мы никак не можем по интернету естественно выйти на этих клиентов потому что эти клиенты такие да вип уровне они не сидят в интернете они обычно приходят к нам откуда по сарафанному радио да то есть мы должны сразу понимать они приходят по рекомендации особенно если какие-то там депутаты или еще да кто то то есть у них даже соцсетей они между собой только друг другу передают хороших подрядчиков хороших архитекторов то есть должен быть широко известен в узком кругу на таких успешных людей я всегда это так называют так вот каким образом вообще застройщик рассказал про колосса как он вышел на первого своего такого клиента и дальше его пошла сарафан он купил себе Porsche в салоне соответственно потом была какая-то там вип-вечеринка он там познакомился и представился хорошо себе позиционировал и соответственно каким-то образом взял свой своего первого клиента и дальше пошла сарафан я вот сейчас уже там не знаю сколько там 16 или 15 года крутить крутейшие дома с самым пипом строит он то есть очень интересная история такая же ситуация в принципе у меня была в воронеже когда тоже знаете когда ты общаешься пипси-капсименте делаешь на клиентов соответственно только так у тебя и сейчас извиняюсь прям очень сильно у меня тут почему-то не хочет отключаться вот почему я клоню к тому чтобы вы понимали какой ваш клиент и где он может обитать это очень важно потому что если вы хотите делать на высокие там чеки вот буквально недавно мы раз в неделю вообще проводим маркетинговые встречи у нас есть маркетолог чему я очень благодарна собирает нас и мы на бренд шторм на тему маркетинга как община продвигаться и суть какая вот одна девушка она делает шьет платье на заказ дорогие платье и вот он говорит как мне вообще продвигаться да то есть по сути дизайн да дизайн дорогой дизайн и мы начали накидывать идеи и одна из идей очень классная была здесь у нас краснодаре есть такие диаспоры да там армян скажем так и они очень любят богатые богатые платья богатые которые кстати единичные одевают но одевают на свадьбу что самое интересное но они никогда не придут не закажет там по онлайн по еще чему-то они заказывают как увидела у знакомой и захотела себе такое же как бы ну дорого хорошо а чем я хуже вот и как бы вот такая идея и действительно очень мне кажется такие вот такие креативные идеи они способствуют тому что мы понимаем где наши клиенты находятся и все возможно их как говорится с ними взаимодействовать и находить каналы связи не привлекая только таргет интернет то есть это мы можем даже в сообществе пространстве через коллаборации прийти к нашим клиентам понятно я объясняю друзья или слишком расплывчато размыто дайте обратную связь потому что это такая сложная тема которую нужно не знаю может быть очень много да подумать над маркетингом чтобы ну как бы схватывать это все на лету и прям щелкать смотрите самая главная ошибка которую допускают новички при выборе с при выборе своей целевой аудитории это когда ценности и боли которые закрывают ваш продукт не являются ценностями вольями вашими клиентами то есть что что это означает это означает что если вы пытаетесь продавать сразу все то вы по сути не продадите никому то есть если вы предлагаете какой-то универсальный дизайн универсальный да то есть вы не продадите, не закройте боль вот этой девушке с детьми, которой нужно много мест хранения, которым вечно там, чтобы бардака не было, чтобы какие-то там, ну, в общем, там, меньше уборки было, да, и не закройте боли холостяка, которому можно какой-нибудь лофт совсем, там, чтобы вообще никаких ящиков не было, чтобы все пусто было. Если вы что-то универсально придумаете, вы не закройте боли ни того, ни того человека, да, запись будет, вот, ни того, ни того, соответственно, вы не сможете им продать. Поэтому, когда вы делаете уникальные предложения, офферы на сайте, оформляете, делаете посты в соцсетях, вы сразу понимаете портрет вашего клиента, для которого вы пишете. То есть это очень важно. Так. Очень интересная сейчас тема, я тут быстренько набросала. Давайте с вами проанализируем потребности клиентов на данный момент. чтобы закрыть их боли и подумаем, кто сейчас клиент и что сейчас ему нужно. Пишите в чат, а я попробую на эти вопросы ответить и расскажу свои наблюдения, и с чем мы сейчас столкнулись. Потому что мир у нас меняется. Каждый год, каждые два года, да, какие-то кризисы случаются, и все время приходится подстраиваться. То есть если, когда я свои бизнесы начинала в 2008 году, вы представляете, даже не было Ютуба. То есть реклама в основном шла, это было сарафанное радио, это были баннеры, это были газеты, это было радио, это были, в общем, все рекламы, которая была, мы использовали. Вот. Потом, ну, дальше, 2014 год, когда дистрибьюции еще занимались региональными представителями, были оптовики, там уже было развитие торговых точек, торговых представителей через магазин. В общем, реклама была всегда. И в нашу жизнь пришел Инстаграм в 2016 году. В тот момент я его так вела, ну, просто вела. Вот. Показывала что-то, очень смеялась, какой там кто-то еду там продает. В итоге в 2018 году мы начали продавать через Инстаграм строительство домов. То есть 2018-2019 мы оформили и как бы упаковали наш продукт хорошо и начали продажу через Инстаграм. Кто бы думал, мы сами на собой смеялись, говорили, сами себе не верили. Так, друзья, никто не написал, вам неинтересно или вас нет, потому что мне здесь нужна ваша обратная связь. Обязательно напишите, пожалуйста, подумайте, кто сейчас ваш клиент и что ему сейчас нужно. Очень интересно, понятно. Как вы думаете, кто сейчас ваш клиент и что ему сейчас нужно? Для того, чтобы понимать вообще перед этим, что-нибудь было для вас понятно. Так вот, о чем я хотела сказать. Времена поменялись. Пришел Инстаграм. То есть мы переобулись все. Начали показывать всем Инстаграм, что вот Инстаграм, как бы нужно в Инстаграме. Про все остальное, можно сказать, другое позабывали. А, еще пробовали Яндекс.Директ, соответственно, РСЯ, Гугл, там, отзывики. То есть какие каналы только мы не тестировали. Сейчас у нас время чего пришло? Семейная пара с детками. Так, реклама. Что реклама? Клиент, ваша реклама? Семейная пара с детками, семейная пара с детьми с площадью не менее 100 квадратов. Айтичный банковский сотрудник нужны кабинеты дома. Да, классно. Смотрите, сейчас время поменялось. Вот сразу скажу, в этом году у людей нет денег. Вот реально. Буквально недавно я даже делала маникюр, и мне моя маникюрша сказала, у нее меньше стало клиентов. Говорит, у рядышком парикмахерша у нее тоже меньше стало клиентов. И у девушки, которая про столом красоты, у девушки, которая делает эпиляцию, у нее вообще практически не стало клиентов. Я рука к так, говорю. То есть люди даже начали экономить, стали реже ходить на маникюр. Если раньше, допустим, ходили раз в две недели, то сейчас ходят там раз в три недели. Или там вообще перестали делать. То есть или там педикюр ходили, перестали. А зачем? Меня сейчас пытаются сэкономить каждую копеечку. То есть у людей сейчас нет денег. Но что у нас сейчас есть? У нас сейчас для того, чтобы поддержать людей, есть различные программы поддержки, кредитования, начиная от 4%. Я буквально сегодня узнала, что есть в Альфа-банке программа поддержки, программа кредитования от 4% под залог имущества. Это просто нереальные цены. Таких цен никогда не было. Представляете, это для инвесторов и вообще для того, чтобы... Это сейчас, да, время возможностей. То есть кто сейчас рискнет это сделать, да, и, возможно, он в будущем что-то он как бы получит, да, то есть этим нужно пользоваться, потому что никогда таких кредитов на самом деле не было. сейчас очень много ипотек. Ипотек без первоначальных взносов, даже потому что люди сейчас, не имея ничего, могут взять квартиру в ипотеку. И, соответственно, что они хотят, ну, кажется, что они хотят и могут сделать в своем жилье. А они очень хотят дизайн-интриера. Но при этом, может быть, это какие-то будут консультации, может быть, какие-то лайфхаки, видеоуроки, такие минимально платные за транш, ну, их будет, может быть, много, да. То есть вы подумайте, сейчас вот такой клиент. Очень классно, да, что вы прописываете, кто это у нас, сайтешник, банковский сотрудник, но если я вам сейчас с точки зрения немножечко глобального мышления. И остались еще до сих пор клиенты по сарафанному радио. Потому что по дизайну в основном у меня приходит, так как у меня чек не низкий, это только по сарафанке, только по рекомендации. Я могу сказать, только адекватные клиенты, потому что они как бы идут ко мне конкретно. Это самые лучшие клиенты по сарафанке. И вот сейчас, раньше мы говорили, никакого сарафана, вы хотите из него, но если вы хотите, как говорится, высокий чек сделать и хороших клиентов, ну, действительно нормальных клиентов, которых вы можете сами выбирать, то, соответственно, вы должны быть, как я сказала, да, известные, широко известные, в узком кругу лиц. От этого делать качественный продукт, закрывать боли, не кидать людей, это на самом деле очень мало таких специалистов, поверьте мне. Это вот настолько мизер и единицы, потому что вот у меня даже сейчас в команду приходят ребята, которые остались, которые работают со мной долго, вообще нареканий нет, они прям умнички, прям молодцы. Но сейчас каждую неделю мне пишут какой-нибудь архитектор или визуализатор, или дизайнер, или дизайнер с просьбой, возьмите, пожалуйста, меня в команду, нет ли у вас работы сейчас. Я говорю, ребят, у нас как бы у самих сейчас недозагрузка, но для того, чтобы вас попробовать, возможно, классный специалист, я готова вам дать тестовое задание, пожалуйста, вот вы можете пройти, проходит тестовое задание, все замечательно. Но когда отдаю проект, вот буквально на днях было, человек через день не писал, две недели напоминал, я думаю, ну надо как бы дать человеку шанс. Дала человеку шанс, что вы думаете? Он пропал, пропал через день. То есть не надо себя, как говорится, показывать, позиционировать и потом куда-то пропадать. То есть если что-то случается, нужно обязательно хотя бы предупредить, там какая-то ответственность должна быть. То есть здесь самое главное, да, ответственность и умение взять задачи и решение вопросов за клиента. Еще самое главное, ребята, чтобы вы не забыли, когда вы, если у вас уровень будет, здесь сейчас очень, очень, сейчас среднего сегмента нет, сейчас вот такая вилка, да, либо, я считаю, либо как бы, ну, вип-вип, и то они чуть-чуть пониже спустились к прошлому нашему среднему сегменту, либо у нас совсем, совсем эконом, которые там консультации какие-то можно делать, да, потому что консультации все любят, и, кстати, через консультации я себе завожу своих, теперь уже друзей, знакомых на дизайн и проектирование. А кто сейчас не хочет построить дом за 4% для банка, когда могут деньги, да, даже в банке лежать там под 9%, кто сейчас не хочет построить дом за 4% и потом через год буквально его продать в два раза дороже, потому что цены вырастут однозначно. Вот, и получается, эти клиенты, да, они становятся моими клиентами. Но судя в другом, то есть сейчас большая вилка, и вы должны понимать, если вы работаете с эконом-сегментом, то здесь должны быть, ну, действительно эконом. Если вы работаете с ВИПами, то вы должны, соответствовать их уровню, их уровню мышления, то, как вы работаете, ответственны, и закрываете их, ну, потребности и боли. то есть вы не должны казаться, знаете, как немножко глупым, и что вы не можете решить какую-то задачу. Вы всегда, если что-то для вас новое, выберитесь, но потом с кем-то лучше проконсультируйтесь, узнайте, как это сделать. И возьмите и сделайте. То есть всегда перед клиентом показывайте, что да, я компетентен в этом вопросе. Даже если вы сейчас не знаете какого-то момента, то вы всегда можете сказать, вот у меня есть какие-то вопросы остались, да, но я хочу проконсультироваться еще со своим специалистом, чтобы, ну, более подробно для вас ответить. И все. То есть, ну, какую-то такую формулировку придумать для себя, которую будете отвечать клиентам. Да. По поводу каналов продаж, смотрите, сегодня времени у нас не останется. Обязательно приходите на следующий вебинар. Я надеюсь, я перед вами выступлю. Мы как раз таки поговорим, стоит ли сейчас развивать Инстаграм и другие соцсети. Потому что у нас сейчас тоже есть и свой опыт, и как мы продаем в этом году через соцсети, потому что мы всегда продаем через соцсети. Я вам тоже могу кое-что подсказать. С чем столкнулись еще? Прямо можете себе записать. Это трэш-трэш в этом году начинается. Из-за того, что у людей, начиная, знаете, вот их низкие вибрации касаться, какие-то боли, какие-то тревоги, какие-то нервы. То есть все сейчас, я скажу так, как это даже выразиться, неосознанные люди, все сейчас, возможно, какой-то позиции жертвы живут. То есть они этим, может быть, подпитываются. Как-то... Суть какая? Смотрите, пытаются друг друга поиметь. Вот на самом деле. Мы всегда работали, обычно, открыто, нормально. Где-то мы там... Ну, в общем, все-все всегда замечательно. Но сейчас нужно, я вам советую прям делать все официально. И не просто официально делать, а прям каждый договор прописывайте, каждый пункт прописывайте, каждый пункт проговаривайте, договаривайтесь. Потому что даже с виду приходит к вам адекватный, замечательный клиент, вы ему идете на уступки, в ущерб где-то себе. То есть что-то где-то не подписали, что-то где-то там еще. А потом выходит, кому вы сделали лучше. Вы сделали ему лучше. А он что после этого делает? А он потом может вас, как говорится, за хвостик взять. Поэтому если у вас не оформлена там самозанятость, ИП, вы там не пробиваете чеки или еще там что-то. Друзья, не делайте себе таких вот вещей. В общем, даже сейчас такие клиенты пошли, они прям, ну, в общем, не хотят тратить деньги, хотят поиметь других. Вот выразимся так, да? Хотят нажиться на других, скажем так. Никогда у нас такого не было, но сейчас пошли такие заказчики. Такси... Вот, вспомнила я это слово, называю я их токсичным. Это пошло у нас и с архитектурными проектами, то есть какие-то претензии не обоснованные пошли, хотя проекты все выполнены прекрасно. Какие-то недоплаты, то есть проект выполнен, все замечательно, отправили проект, не оплачивает клиент. Теперь мы не отправляем проект, и пока клиент вам не оплатит. Потом, если даешь аванс исполнителю, он куда-то пропадает. Теперь я не беру исполнителей под аванс, потому что, ну, люди просто стали не очень, как говорится, добросовестные, скажем так. и даже буквально на днях мне вчера, вчера на днях, вчера звонит девушка какая-то, говорит, а вы там знаете, там какую-то там другую девушку из другого города, хотя я знаю, там, да, девушка, ну, как бы такая ответственная, классная, и бац, она куда-то пропала, и говорит, ну, ее месяц найти не можем, вот вас нашли, там, ее на сайте, или там еще где-то. Я говорю, ну, извините, я уже 4 года с ней не общаюсь, и так вроде бы ответственный, хороший человек был. Вот, чтобы вы понимали, что сейчас очень большие риски попасть на различные судебные издержки, на недовольных клиентов, то есть вас будут стараться, на токсичных клиентов, вас будут стараться прям дожимать, поэтому старайтесь, знаете, вот обязательно все официально оформлять, если это возможно, вот, и обязательно, если это там какие-нибудь вип-клиенты, старайтесь прям, вот поговорили с ними, резюмируйте в чате, правильно ли я вас понял, и прям прописывайте, потому что у нас такое случается, что мы поговорили, все объяснили, все классно, пришли к соглашению, на следующий день какие-то претензии выслушиваем, а претензии вообще необоснованные. Отсылать клиенту, прослушивать разговор, это, ну, как бы не очень красиво выглядит, потому что мы ее еще больше вызываем на, как говорится, вообще ничего, это, в общем, еще больше вызываем на, конфликты, да, на конфронтацию, вот, поэтому, вот здесь, я вот, прямо сейчас такой период у нас, нужно прям быть очень осторожными и выбирать себе клиентов, я вам даже рекомендую выбирать себе клиентов, хотя они в самом начале могут показаться такими белыми, пушистыми, а потом, какие-то претензии предъявлять, ну, просто с лета пошли такие заказчики, знаю немножко, о чем говорю. Прописывайте, друзья, все, что можно, сколько у нас уже времени? прописывайте все, что можно, это прям очень важно, ну, сейчас многие, я думаю, что будут попадать на токсичных клиентов. Теперь давайте еще пару слайдов, поговорим по поводу того, что уникальное торговое предложение. Вот смотрите, когда у вас есть клиент, есть продукт, классный продукт, и в принципе, вы знаете, как связаться с этим клиентом, как его найти, но клиент не понимает, зачем ему этот продукт, что ему даст этот продукт, то есть это называется уникальное торговое предложение, то есть вы должны для клиента составить уникальное торговое предложение. Обычно это делается на первой странице сайта, это делается в качестве, ну, как, можно сказать, оффер, да, то есть заголовок в Инстаграме, в ВК, в постах в Телеграме. Уникальное торговое предложение это не оффер, ну, чтобы не запутались. Уникальное торговое предложение – это уникальное торговое предложение, чтобы клиент понимал, в чем вообще суть вашего продукта, закрывает ли он более потребности. Стандартно, я думаю, вы даже в Гугле добьете три принципа уникального торгового предложения. Это у нас конкретность. В объявлении должно быть недвусмысленно предложение воспользоваться товарами и услугами. То есть вы должны конкретно говорить. Уникальность – это само понятно, уникальное торговое предложение. Если у вас будет то же самое написано, что и у ваших конкурентов, чем вы уникальны, почему вы? И эффективность. Соответственно, здесь тоже самое главное говорить важнейшую выгоду для вашего потенциального клиента. И сейчас, я считаю, вот это самая важная фишка, которую необходимо знать. И покажу вам пример, как мы это использовали. Как говорится, мы всегда вроде бы чего-то знаем, а вроде чего-то не знаем. И буквально недавно я это вроде бы как знала, но начала наконец-таки, увидела, как это работает в практике и начала это применять. Смотрите, я уверена, что вы все говорите на языке характеристик с клиентом. То есть рассказывайте, какой прекрасный ваш продукт, какие преимущества у вашего продукта. А на языке выгод, что получит клиент от вашего продукта, я больше чем уверена, никто не говорит. Давайте посмотрим пример. А потом, может быть, ваша разберем. К примеру, да, у нас есть телефон. Ну, это так вот, утрированный пример, который я нашла. Новый телефон с восьмиядерным процессором. Дальше. Преимущество этого телефона мы пишем, да, то есть новый телефон с восьмиядерным процессором. Преимущество этого телефона, ну что у нас, он лучше работает, быстрее работает, там, быстрее ваше приложение открывает и так далее, да. То есть какие выгоды вы получите от того, что у этого телефона восьмиядерный процессор. Игрушки круто идут, да, там, любые там игры открываются. Может быть, там не только восьмиядерный процессор, там, может быть, память какая-то большая, да, там. Вы можете хранить столько-то фотографий, да, работает много предложений одновременно, там, не вылетают, не месит над этим. То есть нужно говорить на языке клиента. Ну, давайте сейчас я вам покажу, как мы это сделали, потому что если вот в это вникнуть и начинать работать с этим, то вы это поймете. Значит, смотрите, у нас на сайте раньше висели только наши преимущества. По честь причин, почему вы должны работать с нами или тому, да, то есть почему вы должны нас выбрать. А что наш клиент получит от того, что, ну, шесть причин, ну, вот мы такие хорошие, мы такие замечательные. Даже когда мы проводили брендшторм с командой, с ребятами, приглашали коуча, мы там этих причин до 70 выделили, да, то есть какие мы, блин, уникальные, потрясающие. Но что это дает нашим клиентам, никто никогда не задумывался на самом деле. Вот я решила это написать. Пример, смотрите. Результаты 22-го года, да, то есть спроектировали нами 12 проектов домов. Ну, кому-то кажется это много, кому-то мало, для нашей дружной компании это нормально. Если в том году считать, то мы в том году 25 домов спроектировали. В этом году у нас, конечно, показатели упали, ну, не в два раза, но, наверное, еще побольше. Заключено 8 договоров на строительство, 30 клиентов пришло по рекомендации. Ну, что это дает клиентам? Ну, прочитал, закрыл и дальше, ну, и еще. Вот, а когда мы пишем клиенту, что благодаря этому вы получаете, что это значит, качественный дом, благодаря нашему опыту и слаженной работе, то есть посмотрите дома и пообщайтесь с реальными клиентами. То есть это говорит о том, что у нас уже есть, как говорится, проекты домов вы можете посмотреть, какого качества мы выполняем, можете посмотреть дома наши, да, то есть, может быть, еще можно было получше написать, это вы получите, ну, это то, что, как говорится, мне пришло в голову. Дальше, смотрите, нам доверяют банки, да, то есть мы аккредитованы практически во всех банках, там, Свербанки, Почта, РФ, там, строим по ипотеке, ну, и что, что нам доверяют банки? Ну, как бы мы подразумеваем, думаем, что клиент подумает, ага, им доверяют банки, значит, я им буду доверять. А на самом деле, по сути, нужно объяснить человеку, что вы получите, вы можете получить готовый проект дома от 17 тысяч рублей. То есть ипотека позволяет купить дом здесь и сейчас, а не копить нужную сумму годами. Либо инвестировать, очень интересно, да, инвестировать под 80% годовых. Ну, сами себе, да, представьте, если субсидированная ипотека сейчас под 0,1%, вы можете дом построить и, по сути, платить 17 тысяч рублей в месяц за дом, там, в 100 квадратов, жить, кайфовать. Да, возможно, вам придется еще там работать много лет, чтобы отделать этот дом. Ну, это же своя недвижимость. Вы не живете на этих съемных квартирах. Вы как бы, да, вы вкладываете свою недвижимость. И она при этом еще растет в сцене, ну, как капитализация растет, да, растет ее стоимость. И вы ее, даже если захотите продать, вы ее продадите дороже. Вот, то есть вот такие вот фишки нужно всегда писать клиентам. Ну, архитектурно-дизайнерская студия. Так, мне тут пишут, наверное. Сейчас, сейчас, друзья, быстренько. Могу задержаться, пишут. Хорошо, замечательно. У меня есть что вещать. Главное, мне сообщите, когда мне закончите. Архитектурно-дизайнерская студия. Ну, и что, что мы проектируем дома по всей России, что у меня в команде архитекторы с дипломами, с... В общем, с большим опытом и строят дома. Лично вот в моей команде уже, получается, второй год, да. То есть они мной проверены, вымуштрованы. Вот, есть новички, но там у нас есть реальные стандарты. Если новичок не сделает эти стандарты, то тоже, как говорится, ему необходимо сделать эти стандарты. Вот, то есть, ну, и что, и что я от этого получу, что, как бы, опытный архитектор. А вот в соседней студии делают за 450 рублей квадрат, а у вас вот 600 рублей и чего. Соответственно, пытаемся поговорить на языке выгоды, да, с клиентом. То есть что от этого вы получите? Вы от этого получите качественно спроектированный современный дом с просчетом всех конструкций, нагрузок, спецификаций, материалов, ну и так далее. Я бы здесь, конечно, еще больше бы могла написать, просто у меня всего 4 строчки на сайте, и вкратце надо написать. Это как оффер. Вот. Больше можно всегда раскрыть эту тему выгод у себя там на сайте, на страницах, в постах, особенно под какой-нибудь вашей работой классной. Обязательно напишите выгоды ваших клиентов, что они получат. Или что получили, как кейс можно написать, да, то есть что получили эти клиенты при работе с вами. Вот такой вот кейс. И как бы вы, если тоже хотите, такие выгоды получите, такого классного дизайнера, вот, или там архитектора, возможно, не только дизайнера, архитектора, потому что я приглашала и предпринимателей. В общем, если вы хотите клиентов зацепить их боли, покажите им их выгоды. Так. Жду от вас. Может быть, у вас какие-то вопросы есть по поводу выгод. Давайте что-то разберем интересное. Ваши преимущества попробуем переложить на выгоды. Какие мы получаем от ваших преимуществ выгоды? Потому что я больше, чем уверена, у вас прописаны просто преимущества на сайте. Они у всех прописаны преимущества. Ну и у нас вот дальше регион строительства, да, то есть строим по Краснодарскому краю. Ну и чего строим по Краснодарскому краю? А то, что мы практически одна из единственных, ну, там, из небольшого количества компаний, которые вообще может строить по Краснодарскому краю, соответственно, может воспользоваться человек с нами сельской ипотекой. Ну, я здесь этого не написала, но люди, которые строятся за пределами городов, в хуторах, да, у вас в Краснодарском крае не деревья, а хутора, в станице хутора, там у них рабочие, они даже читать не могут, ну, как бы, ты сделал классный крутой проект дома, а нету нормальных ни прорабов, ни строителей, которые могли бы проконтролировать и качественно хорошо построить. То есть там приходится нанимать местных. Соглашусь, да, иногда мы даже привлекаем местных работников, но при этом приезжает наш технический назор, наши прорабы приезжают и контролируют качество стройки. Говорят, так, здесь вот, смотрите, вяжем так арматуру, здесь копаем так глубоко фундамент, здесь закладываем там гидроизоляцию. То есть каждый шаг мы им говорим. Те люди, которые это понимают, их, к сожалению, немного. Но именно у тех людей есть, кстати, деньги. Потому что те люди, которые этого не понимают, они, ну, я считаю, они бедны. Потому что они не умеют делегировать и думают, что если они сейчас пригласят бригаду рабочих, которая им сделает фундамент, это не будет ничем отличаться от бригады, которые, ну, профессионалы, да, от компании. Да, возможно, это же мы пригласим бригаду рабочих, которые будут делать нам наш фундамент. Но разница в качестве будет просто разительная, ребята. Потому что, ну, обычные люди не могут проконтролировать, да, строительство. Какой там должен быть фундамент, там, грунты, геология, конструкции. То есть, ну, вот, в общем, все преимущества мы прям расписываем. Жду от вас. Или вас так мало в чате. Так, индивидуальный дизайн-проект с учетом гармонизации с самой Вселенной с помощью науки ВАСТу. Татьяна, давайте с вами подумаем, может быть, нам и слушатели тоже подскажут, какую выгоду получает ваш клиент от того, что он получает индивидуальный дизайн-проект по ВАСТу. Какую вот я вот выгоду могу получить от этого? Что в моей жизни от этого изменится? Вот, да. Да, то есть, ваша целевая аудитория – это однозначно те люди, которые занимаются духовным развитием каким-то, да, то есть, которые любят там что-то там по фэн-шу, верят во все эти энергии, взаимосвязи. То есть, для них это прям очень важно, да. То есть, ну, это вот целевая аудитория, где она может находиться, как я предполагаю. Это, возможно, девушки в основном. Потому что мужчин я редко встречаю в такой направленности, более такие прям четкие. Вот, то есть, скорее всего, это девушки, это, может быть, супруги каких-нибудь, да, мужчин, там еще что-то, да. Так, вот даже люди не знают, что такое ВАСТу. То есть, ну, конечно, вначале можно написать, что такое ВАСТу, и какие задачи решают, и самое главное, что мы получим. Давайте сейчас подумаем. Гармоничное отношение в семье, квартира, в которой отдыхаешь душой. Так. Ну, не знаю, а за счет чего? То есть, может быть, какие-то здесь, знаете, нужно продумать еще, как преимущество, за счет чего мы там отдыхаем душой. А почему обычный интерьер, если качественно, классно сделать? Ну, вот домохозяйка говорит, вот я картинку нашла в интернете, ну, классная картинка, прочитала там по ВАСТу, нужно цветочек сюда поставить, это сюда поставить. Посмотрела какие-то там ролики, все. Зачем мне приглашать специалиста? То есть, какие выгоды я получу именно с вами? Так, это прикольно, да. Все сферы жизни пойдут в гору, гармония в семье, тут вы немножко на боль, да, надавили. Здоровье и процветание вам гарантировано. Вот, вы можете сказать, да, по поводу выгод, прям на боль надавить, что там, ну, я не знаю вас туда, да, но, пример, да, спать головой на север вредно, да, то есть, почему? Потому что там электромагнитные поля, ну, это я вот там, может быть, не с вас, но суть такая, уловите, да, электромагнитные поля там, да, то есть, какие-то там взаимодействия с вашим телом происходят. Необходимо обязательно располагать кровать там туда-то, туда-то, туда-то. Мы с вами посмотрим ваше помещение, посмотрим, где у вас какие энергии протекают, чтобы правильно вас расположить вот в эту, как бы, сторону. У вас, у вас будет, дальше выгоды пошли, у вас будет хороший сон, соответственно, у вас наладится там нервная система, у вас там, ну, то-то, то-то, то-то. Это что касается спальни, если. То же самое про детскую там можно, да, придумать. То есть, мы сделаем то-то, то-то. Так, все. Спикер. Здравствуйте. Все, заговорилась, не увидела. Все, друзья, у меня на самом деле все, конец. Та-та-та-там. Сейчас я свое это дам. Можно быстренько? Это уже мое. Ребят, да-да-да. Ребят, кому интересно, можете записать мой номер телефона. В моей соцсети я везде махонен на ДЭС. И наш сайт. Вот. Еще. КОНЕЦ.